Свою вину признал и в содеянном раскаялся. 44-летний Кенчалек Каниев после задержания рассказывает, как сбил 7-летний Лайнар. Говорит, ехал по улице Таульсездек. В какой-то момент на дорогу побежала девочка. Среагировать мужчина не успел. Ехал по улице Таульсездек к родственникам. Женщина с девочкой стояли. Мать перешла дорогу и начала рукой махать дочери, чтобы та подождала и не переходила. Девочка не послушалась и побежала. Ударилась о зеркало моей машины. Не знаю, произошла какая-то ошибка. Свой побег с места аварии Кенчалек Каниев объяснил тем, что столкнулся с другой машиной, когда вез истекающую кровью Айнар и ее маму в больницу. Я пересадил ребенка в его машину, попросил водителя довезти ее в больницу. Сказал, что сам приеду следом, но у меня заглохла машина. К тому же я сильно испугался и не поехал в больницу, а направился домой. До поликлиники травмированную семилетнюю Айнар довез владелец второй машины Тейбжан Ушуров. По его словам, по дороге в медучреждение девочка была без сознания. Он столкнулся с моей машиной. Девочка была в крови. Мне самому стало плохо от этого. Я тоже был в шоковом состоянии. Посадил девочку в машину и повез в больницу. Дождался ее родственников и сотрудников полиции. Рассказал им все, что знал. Через 15 минут после того, как ее привезли, врачи вышли и сказали, что она умерла. Но, кажется, она умерла еще на месте наезда. Кеншлека Каньева оперативники обнаружили спящим дома спустя почти сутки после смертельного ДТП. А его машину спрятанной у родственников в поселке Куксай. 22 февраля в 19.40 нам поступил вызов от оперативного дежурного по факту наезда со смертельным исходом на несовершеннолетнюю девочку. Водитель на неустановленной автомашине с места происшествия скрылся путем оперативно-розыскных мероприятий. В течение суток была установлена автомашина и данный водитель в поселке Куксай. В настоящее время в отношении задержанного избирается мера пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.